Глубоко уважаемый президент, уважаемые коллеги, сегодня я хотел вам рассказать о нашем взгляде на микрохирургическую реконструкцию тканей полости рта, физически больных. На сегодняшнем этапе развития медицины основным методом лечения местораспространенных форм плоскоклевочного рака полости рта является хирургический метод с добавлением лучевой или химолучевой терапии. А устранение обширных дефектов золотым стандартом является микрохирургическая реконструкция. Что касается истории, что первая микрохирургическая реконструкция была проведена в 1959 году, был использован тонкий кишечный трансплантат, больной умер на 8 сутки, по результатам аутопсии лоскок был жизнеспособен. В 70-е годы активно развивается эта методика, открывается большое количество новых лоскутов. В 1976 году производится первое устранение дефекта полости рта с пользой микрохирургических методик, в 1989 используется первый малоберцовый лоскут. Что касается анализа современной литературы, мы видим, что идет анализ на большом количестве случаев, производится многомерная оценка качества жизни данной группы больных, и все же открывается новый перфорант, химерный и перефорбицированный лоскут. Для оценки любого метода он производится на трех больших столбах. Это оценка нежелательных явлений, осложнений, это оценка качества жизни и производится оценка онкологических результатов. Данная позиция используется практически всегда в исследовании фармпрепаратов, в клинической практике. Это не всегда составляет именно такого модель исследований. Мы проанализировали наши результаты работы в течение 10 лет. С 2009 по 2017 года было выполнено пролеченные 126 пациентов, выполнено 128 операций. Двума пациента выполнили хирургическую реконструкцию дважды. Преобладали мужчины среднего возраста 55 лет. Во всех случаях была использована первичная пластика. Первичное хирургическое лечение было в 91% случаев. Двух рецидивных были 11 пациентов после хирургического и химио-лучевого лечения. Локализация опухоли чаще всего традиционно была язык одного полости рта, остальные виды локализации первичной опухоли были реже. Что касается характеристических опухолевого процесса, то 3-4, 3-4 по стадии ТМС составила 86%, Н-позитивный 56%, 3-4 стадия, было у пациентов в 92% случаях. Также мы оценивали размер первичной опухоли. Большинство из них было от 4 до 6 см по нашим изберениям. Что касается резекционного этапа, то чаще всего выполнялась краевая резекция, в 50% случаев сегментарная, в 18%. Чаще всего использовался комбинированный доступ через рот и шею, а остальные виды доступов используются реже. И в 55% случаев выполнялась модифицированная радикальная шейная диссекция. Для полученного унификации дефекта нам разработали вот эту классификацию. Соответственно, каткана дефекта его нет. Это изолированный дефект небольшой или одной или двух анатомических областей. Боковая гемеглоскотомия, передняя гемеглоскотомия, субтотальная-тотальная резекция и дефект задних отделов полустрепта с переходом на ротоглотку. Также мы понимаем, что характеристика дефектов идет из двух структур. Это, соответственно, их микотканный компонент и, соответственно, именно целостность нижней челюсти. Таким образом, у нас краевая резекция, в 50% случаев была выполнена сегментарная, в 18%. Что касается реконструктивного этапа, то более 90% мы использовали переднелатеральные и лучевые лоскоты. Данный процент, в принципе, соизмерим с мировой литературы. И на сегодняшний момент эти два лоскота являются рабочей лошадкой микрохирургического хирурга, который занимается микрохирургическими техниками для реконструкции дефектов головы и шеи. Что касается осложнений, то у нас один пациент умер. Причиной смерти по результатам аутопсии явилась термобалия легочная артерия. Всего осложнений было в 37% случаев. Достаточно высокий процент. Но если, допустим, брать для сравнения достаточно серьезный ресурс как национальный хирургический регистр США присоединенных осложнений, то по данным этого ресурса в 55% было выявлено хоть одно какое-либо осложнение. Также мы наши осложнения подразделили на следующие виды. Это серьезные и не серьезные осложнения. Критерием серьезности был возврат в операционную. Таким образом, серьезные осложнения у нас были в 15% случаев. Что касается не серьезных осложнений, что чаще всего это были воспалительные изменения и слюные свечи. Они составили 12-10%. Частичный некроз лоскута был в двух случаях. На картинке показан один из вариантов частичного некроза лоскута. Причиной его явилось массивное воспаление. Нам удалось обойтись консервативной терапией, чтобы спасти лоскут. Также микохирургическая реконструкция подразумевает под собой наличие донорской области. И, соответственно, осложнения могут быть в этой области. Если смотреть лучевой лоскут, то первичный шов нам удалось произвести только в одном случае. И мы также понимаем, что для кожного графта рано предплечье не является оптимальной. И таким образом у нас было 13% неполного приживления кожного графта. Что касается лтилоска, то первичный шов у нас получился первичному устранить донорскую рано в 97%. В случае расхождение составили 5% после перезвоночного шова. Что касается потери микохирургических трансплантатов, то она составила 7-8%. Это достаточно высокий процент. Если мы будем смотреть на кривую освоения методики, то мы видим, что с набором опыта у нас происходит снижение потери трансплантатов. И, в принципе, наши показатели, они соизмеримы с мировой статистикой. Что касается количества операций, то мы видим, что у нас методика в нашей клинике развивается. С каждым годом у нас производится набор, выполняется больше таких операций. И пик упал на 2015-2016 годы. Потом небольшое снижение. Также у нас значительно уменьшилось время, потраченное на операции данного рода. Что касается качества жизни. Исследование качества жизни было ученый Корновский, который в 1947 году предложил методы нефизиологической оценки параметров рака. И таким образом стал родоначальником этой науки. В 1977 году качество жизни становится ключевым условом в Национальной библиотеке медицины США. И с этим связано его активное развитие и изучение данной методики. Я привожу такое достаточно показательное исследование 1982 года, где неизвестный исследователь был достаточно простой. Лечился сарково-мягкие ткани. Одному пациенту выполняли операцию с сохранением конечностей и последовательностью лучевой терапии. Другим группам пациентов по аппутации этой конечности. И результат исследования оказался в том, что пациенты с сохраненной конечностей, они были значительно снижены. У них была двигательная активность и эссенциальное функционирование по сравнению с пациентами, у которых была ампутирована конечность. В принципе, если рассматривать дизайн и исследования качества жизни, то они делятся на две такие большие когорты. Это производится лечение больных разными методами и оценка в зависимости от пролечного метода. Либо как дизайн второго исследования. Это производится оценка качества жизни пациентов до лечения и после лечения. И, соответственно, сравниваются результаты. Здесь я привожу на этом слайде большое количество опросников, которые оцениваются у пациента качество жизни. Соответственно, наиболее популярным становится и европейский опросник. Он использует порядка 80% всех статей для оценки. Мы производили оценку качества жизни пациентов до начала лечения и после завершения лечения через 12-18 месяцев. Пациенты, у которых был рецидив опухоли или наличие второго опухоли, они не участвовали в исследовании. Пациенты с выраженными психологическими нарушениями и низким металлальным статусом также не принимали участие в этом исследовании. Достаточно сложная интерпретация полученных результатов. Вот два автора, они делают попытки интерпретировать полученные результаты. Соответственно, Кокс и савторы, они подразделяют четыре степени, значительные средние и малые. Достаточно сложное исследование, которое им позволило прийти к таким выводам. И особо, соответственно, также подразделяют на незначительные изменения средней и значительные изменения качества жизни. Здесь вот наши результаты. Мы видим, что общее качество жизни статистически достоверно улучшается у одного рода пациентов. Улучшается эмоциональное функционирование, снижается боль, уменьшается бессонница и, соответственно, увеличивается у них аппетит. Все то, что я говорю, это имеет статистически достоверные данные. Что касается болевого синдрома по опроснику, модулю для головы и шеи, он значительно снижается. Пациенты перестают принимать болеутолеющие препараты. Но у них появляются нарушения со вкусом и проблемы с публичным приемом пищи. Также у них наблюдается увеличение проблем с так называемым сухим ротомом, увеличивающимся вязкость слюны. Такие осложнения, как вязкость слюны и сухой рот, скорее всего, связаны с принесенной лучевой терапией. Вот это вот наши онкологические результаты. Мы видим то, что больше 50% таких больных, они живут там порядка... Ну, они живут, соответственно. И вывод, который можно сделать, что микрохирургическая техника позволяет в допустимом количестве осложений устранять большие дефекты и обеспечить приемные уровни качества жизни. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Александр Александрович. Коллеги, вопросы? Да, Виктор Иванович, пожалуйста. Как будет вам удобно. Группа больных большая и орофарингеальная область где-то. Скольким из них в процентном соотношении вы поставили трахеостому? Если не можете ответить, сказать, то тогда при гемии резекции языка ставите вы струм с трахеостому или нет? При ротоглотке устанавливаете или нет? Да, как правило, мы ставим трахеостому в таких случаях. Единственное, когда мы можем не поставить трахеостому, это порядка, наверное, 5% всех наблюдений. Те пациенты, которые молодые, и мы понимаем, что у них не будет послеоперационных делериев. И тогда, когда сам дефект находится в передних отделах полости рта, и мы, да, таким образом реконструкция больше захвата переднего отдела полости рта. Еще раз говорю, что это должны быть пациенты молодые, и те пациенты, которые с ментальным статусом, соответственно, достаточно высоким. Спасибо. И еще один вопрос. Вопросники очень важно. Здорово, что вы разделили пациентов, те, которые социальные, которым без разницы вернутся в общество. А есть вернуться в общество очень важно. И важно, не привлекали вы при составлении опросника близких людей, которые вместе с ним, и когда он отвечает, не чтобы он отвечал, отвязаться от вас, а действительно объективизация какого-то возвращения в общество, в семью. Да, спасибо. Я понял ваш вопрос. Достаточно интересно. Вот именно качество жизни – это субъективная оценка пациента самого, его окружающей среде. Если кто-то, какой-то пациент, помогает ему заполнять опросник, это неправильное заполнение опросника. Он должен, собственно, ручно сказать, что он социализирован или нет. Если у него не будет нижних отделов лица, но он будет отлично ходить на работу и чувствовать себя хорошо, а все остальные будут говорить, о боже мой, как ему плохо живется, это неправильно. Он должен сам оценить результаты лечения. Это очень важный момент в оценке качества жизни. Спасибо. Спасибо. Можно еще вопрос? Насколько я понимаю, Александр Андреевич, у вас все-таки в основном меткотканная лоска, да, речь идет? Да, у нас там порядка 5 лоска, который дает костный компонент. То есть преимущество меткотканная, да. Именно боковые. Я не к этому. Я вот к чему. Что меткотканная лоска – это наиболее простые лоскоты. Вот учитывая высокий уровень ваших хирургов, вашего подразделения, который я знаю, он действительно высокий, 7,8% – это все-таки большой показатель, потому что все-таки мировой рубеж – это 5 и ниже. Вот у меня вопрос. Может быть, вы анализировали группу больных с предоперационной химио-лучевой терапией, лучевой и, допустим, адъювантной? Такого не смотрели? Вот разбили. Где больше осложнений? В группе, у которых была лучевая терапия или у которых не была? Что-то же влияет на эту цифру? Ну, вот именно, по нашим данным, это важно освоение методики. Это понятно. У вас хорошо снижается прогрессирование, это все понятно. Но вопрос, анализировали ли вы две разные эти группы, которые получали химио-лучевую и не получали? Нет, но мы их обязательно проанализируем. Вы посмотрите, может быть, у вас в той группе, которая не получали, будет цифра 4,3, а 7,8 – это будет как раз та группа, или 6, которая скомпрометирована. Спасибо. Обязательно посмотрим. Спасибо.